Казахстан, господин председатель, кризис в Украине особенно болезнен и чувствителен для Казахстана. В течение многих веков казахские, российские, украинские народы жили всегда в условиях дружбы и согласия. Сегодня в Казахстане проживают украинцы, русские, татары, немцы, поляки, корейцы и многие другие национальности. Они живут в условиях мира и гармонии. Мы вместе воспитываем наших детей, укрепляем единство, дружбу и создаем процветающее будущее для нашей общей страны Казахстана. В своих выступлениях Казахстан неоднократно подтверждал свое следование фундаментальным принципам международного права. Мы изнадисованы в том, чтобы Украина оставалась суверенным, стабильным и независимым государством. Экономическое восстановление Украины – это главные приоритеты, предпосылка для полноправной аномализации ситуации в этой стране. Казахстан всегда следовал независимой внешней политике, основанной на сбалансе интересов. Позиция Казахстана в том плане, что все конфликты должны регулироваться на основе переговоров под эгидой организации объединенных наций, отражает точку зрения интереса большинства государств мира. В условиях нынешней политики, мы должны принимать внимание, свершившие факты и другие факты, иметь важнейшее значение прислушаться голосу разума и изыскивать все возможные пути мирного регулирования кризиса политическим и дипломатическим путем и в рамках международных согласованных форматов. Казахстан призывает все стороны оставить позади эмоции, взаимные упреки, поиск виновных в кризисе, отказаться от ультиматовой санкции. Нельзя допускать дальнейшей эскалации ситуации, ее перерастания, более сложные формы конфликта, что может привести к непредсказуемым последствиям как в региональном, так и глобальном масштабе. Мы готовы способствовать международные последнические усилия, содействовать переговорному процессу между всеми заинтересованными сторонами и их лидерами. в целях скорейшего урегулирования ситуации в Украине. Исходя из вышеизложенного, Казахстан воздержался при голосовании по этой резолюции. Благодарю вас.